Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я буду выбирать семена из томата штамбовой засолочной. И как раз это будет одновременно и дегустация. Я попробую и скажу вам, какой он на вкус. Потому что многие, как бы вам объяснить, но необоснованно иногда говорят, что вот эти скороспелые, все мелкоплодные томаты, они невкусные, даже не стоит их садить. Но вот смотрите, посудите сами, у меня сибирский регион, я живу в Алтайском крае. Крупноплодные томаты, если у кого нет теплицы, в огороде еще нет в помине, только начинают буреть. Это вот у меня, я сегодня вам показывала, вот эти томаты и Настенька, и другие, там Пудовик, любимый праздник. Спелые и пригодные для употребления в пищу только в теплице. А если у людей нет теплиц, если они живут в холодном регионе, разве не охота, вот они начали спеть у меня в июле, в средине июля, разве не охота в это время порадовать детей, самим поесть? И меня вообще в шок повергло одно выражение, одна девушка сказала, ну или женщина, не знаю, все эти скороспелки кислятина сплошная. Как вообще можно так написать о томатах? Я, конечно, вот сейчас вам покажу, даже вот такие томаты, если вы сорвете, конечно, он будет с кислинкой. И я рассказывала про петрушу вчера, что даже крупноплодные мясистые, если мы не в полной, не в фазе полной зрелости сорвем, они будут нота кислинки. Но если томат выдержать до самого такого доспелого состояния, вот, например, вот смотрите, когда он темно-красный, даже вот в таких скороспелых мелкоплодных, ну не скороспелых, во всех ранних, у них уже накапливается сахар, и они становятся сладкими. Вот эти все малыши, смотрите, они на разломе тоже, вот такие у них сахарная такая, мелкозернистая вот такая структура. Видите, он не водянистый, он не течет. Вот у нас нынче повезло, у нас было много солнца, такое засушливое, теплое лето, и даже вот эти томаты получились не водянистыми и не кислыми. Я вот пробовала. Да, конечно, у них не такой процент сахара, как я ела, вот, пудовик или любимый праздник, но у них натуральный такой ярко выраженный томатный вкус. Да, есть нотка кислинки. Ну, представьте, вы дадите ребенку вот этот томат, помидорку, ну, разве он откажется съесть такой вкусный, спелый, красный томат? А сделаете салат, например, со сметаной, с лучком, с молодой картошкой, с укропчиком. Ну, какая же это кислятина! Прекрасные, хорошие томаты. Конечно, крупные, вот, первые можно скушать, а все остальные, вся мелочь потом пойдет на томатопродукты, потому что вот такие огромные, вот у нас, например, в Сибирском регионе, я еще раз говорю, в открытом грунте их мало, обычно люди садят для салатов, они у нас поздно будут, только в августе или в сентябре, а все это время, что нам кушать? Тем, у кого короткое лето, у кого холодное. Вот, пожалуйста, штамбовый, штамбовый засолочный. Он еще чем хорош? У него плотная, хорошая такая шкурочка, он хорошо держит себя в засолке, прекрасные засолочные качества. И у него короткий вегетационный период, срок вегетации, он посеян у меня был в конце марта, а именно 20 марта, и вот в начале июля он уже начал созревать, в середине июля он уже был весь спелый, я его держала только, ну, я какую-то часть снимала, первые там дети съели, я его держала вот до такой степени долго, только для того, чтобы были хорошо вызревшие, такие большие, созревшие, полноценные семена. А так его можно было в салаты, в пережарку, в борщи, во всякие рагу, уже употреблять очень давно. Вот дегустация штамбового засолочного, в основном его для засолки высаживают, но он как ранний сорт тоже идет для еды, такой ярко выраженный томатный вкус, с небольшой ноткой кислинки, он тоже, я вот разламывала, показывала, тоже структура такая мясистая, мелкозернистая, но сахара, конечно, у него меньше, чем в крупных томатах, маленькие, они не набирают столько сахаров, сколько крупноплодные, все.